как совместное течение продвинута но чуть у нас в последнее время не появляется но хотя бы мы проявим свою толерантность предоставляем женщин во рту равны а окей я понял о чем разговор но можем начинать окей добрый день всем мы сегодня недельную главу который очень много говорится о том как правильно построить киеве завет то есть храм переносной раскладной которые евреи построили в пустыне и есть две вещи которые не являются особенно в этом заметно что в ней очень много детальных указаний какие брусья какое расстояние какие крючки как они должны быть устроены и так далее и так далее все например минура кавторы пера не знаю как это по-русски завязи цветок завязи цветок то есть как она должна быть устроена какие размеры сколько всего должно быть то есть чрезвычайно много всяких деталей и надо сказать что эти все детали они не стопроцентно обязательны потому что мы знаем что когда скинью была установлена в шило например она не была построена по тому же принципу как скинья в пустыне об этом нам говорят музыки что у нее были не деревянные стены стены были каменные такие как это удобно построить было земле израиля сверху действительно она была у нее не было крыши она была покрыта устроена как шатер это был еще не не храм постоянно этим подчеркнулась ее временность возможно было устроено по-другому не говоря уже о том что когда шло мол строил храм вообще все было во многом отличалось от того и мудрецы перечисляют много вещей которые были разбираются в салмуде которые отличались от скинья в частности когда говорится построение храма шло там тоже есть еще много всяких подробностей размеров и деталей это подчеркнуто это очень важно как бы все эти детали устройство того места которое работает на связь бога и с его народом занятный деталь который я действительно хотела поговорить она в конечном итоге мне кажется связано с 1 что в отношении построения скинья есть некоторая особенность которую мы не видим в отношении других заповедей тогда вот говорится я сейчас хотите покажу говорится о построении скинья бог говорит соберите у себя приношение господа трума от слова ля рим поднятия приношение все ну вот такое здесь всякий добросердно ну как бы не знаю есть в русском языке или нет вот видите здесь у меня в орде подчеркнуто слово такого вроде но таким словом переводят выражение надвейлибу надевут это то что делано по побуждению сердца по собственному желанию добровольно волонтерскому а вовсе не по просьбе всевышнего не было указание сколько чего кому приносить все тот кто хочет что-то принести пускай принесет пусть принесет это это приношение господу и далее тоже так и сказано да когда они приносили и приходили мужья жены все кого располагалось сердце приносили польцы и серьги и перстни и подвески и так далее то есть то чем отличается построение храма это то что люди приносили там то что им хотелось принести по своему по своему желанию теоретически можно было бы себе представить что если бы они не захотели ничего приносить то никакой скинги вообще не было построено это на самом деле сильно отличается скажем от других заповедей которых нет нигде не сказано ну каждый кто хочет чем-то отметить субботу отметить чем-то чем хотите да нет нам сказано что надо соблюдать субботу так-то и так и и и в отношении остальных заповедей у нас нет простора для того чтобы решать что мы хотим принести и делать все от пожелания мы так понимаем что есть у человека возможность дать больше чем он хочет но в принципе от нас требуют определенные какие-то количество действия не нету места для волонтерства вообще-то тут возникает некоторое у меня сомнения потому что в талмуде например есть дискуссия о том что важнее важнее выполнять то что тебе заповедано или делать и то что тебе не заповедано ты все равно делаешь в данном случае от него конкретно ничего не требовали но именно на храм важным оказывается приносить то что тебе никак не от тебя не потребовали конкретно а то что ты хотел принести от всей души и в этом есть очень существенное изменение и надо сказать что и далее в отношении храма шлумо весьма возможно во всяком случае по комментарию рамбама весьма возможно что тоже действует такой принцип мы знаем что храм за мыслью построить царь давид когда он обращается пророку советуется с ним построить ли ему храм то я сейчас приведу комментарии рамбама но вначале он цитирует ответ который дает бог через пророка давиду ведь я не обитал в доме с того дня как вывел сыновый израиль из египта до сего дня я странствовал шатреевский не где не ходил я за всеми сынами израиля сказал ли я хоть слово кому-то из колен израиля кому повелел я пасти народ мой израиль почему вы не построили вы мне дом из кедрового дерева обычно это понимается многими комментаторами так что богу не нужно никакого храма зачем мне это ну что ты давид вообще мне не нужен дом я никогда не просил а а в конце ты не построишь храм не должен это построить тут же сникает некоторая противоречия нужен богу храм или не нужен нужен народу этот храм или я лично бога я ничего не просил я никому не говорю и обычно комментаторы понимают так что ему как бы он не говорил потому что это не такая уж существенная вещь вам народу нужно что-то конкретное что-то материальное ну построите пускай твой сын построит но не так понимает ромбан вот дальше ромбан говорит писание укоряет народ в том что шхина то есть божественное присутствие в израиле скитается от шата к шатру и от скини к скини и ни один судей израиля не обращал внимание на это и в писании далее говорится что всевышний был далек от них и никого из них не просил построить ему поскольку им они этим пренебрегали и судей и народ всевышний не просил вам это не нужно это важная вещь но вы не хотите не надо опять же вещь очень важная в связи между всевышним и народом но пока народ сам не захочет этого всевышний к нему не обращается не хотите не надо когда наконец давид обращается к нему почему бог отказывается от этого и не говорит ладно хочешь строить строй по мнению рамбана который он дальше приводит потому что народ ну нет не по мнению рамбана скорее всего я где-то в другом месте прошла скорее всего хоть давид уже настроен на то чтобы строить храм народу еще к этому не готовят то есть нужно еще какой-то период подготовки и об этом много рассказывает в книге как давид сделал подготовки для того чтобы построению храма и видимо не только он подготовил всякие материалы для построения храма и порядок служения и все такое как это в книге где время им написано но кроме этого он еще изменил как бы отношения народа к тому что храм это вещь необходима и в этом смысле кажется важно отметить что есть вещи в которых добровольное наше добровольное желание что-то дать на наше волонтерство оно чрезвычайно важно и приобретает даже большее значение чем чем то что нам заповедано то что мы обязаны дать то что тебе обязаны делать безусловно это прежде всего это важно человек не может сказать я буду волонтерить вся семья меня не касается пускай они как-то разбираются потому что негры в Африке важнее мое присутствие это не так прежде всего ты должен конечно выполнять свои обязанности но кроме этого еще важно важно еще то что человек делает по велению собственного сердца то что он отдает от себя по собственному желанию и тут я хотела привести отрывок из Рава Кука из книги Шманакова Цинь это очень важный отрывок и он в других местах Рава об этом говорит может быть в других местах это более явно прослеживается но и тут по-моему очень однозначно это сказано Рав Кук говорит всюду где есть аспекты ограничения мы должны различать между волей и необходимостью между желанием рацион и принуждением всякая свободная воля ведет к добру а всякая необходимость приводит к злу на самом деле это совершенно не очевидное высказывание мы обычно думаем что то чего мы хотим это это зло то есть наше свободное желание тянет нас к страстям ко всяким нарушениям и так далее меня толкает я церара а на самом деле все наоборот как нам объяснил обмиссионат Равшерки который этот кусок тоже в одной из своих лекций разбирает он говорит все наоборот что человека я церара принуждает он говорит это сильнее меня я не могу с этим справиться я я не могу это не желание это принуждение а желание это желание выражение истинного желания всевышнего которое действительно направляет человека к добру и в этом смысле Рав видит в любом ограничении которое наложено человеку снаружи тень вот этого зла что в конечном итоге это все ведет ко злу то есть во всем сущем поскольку поскольку есть аспект ограничения есть аспект необходимости принуждения и это аспект зла и его совершенствование зависит от свободы выхода из оков необходимости и свободы то есть постепенно с развитием человечества все больше и большее значение имеет то что человек совершает от своего свободного желания по своему собственному выбору не под давлением необходимости не под игом работы которые необходимо делать для того чтобы зарабатывать деньги на пропитание и так далее а то что он считает важным то что происходит из глубины его души это его желание делать правильные вещи и мне кажется что наше вот развитие современного мира оно оказывает то что история идет по этому пути в современном мире в гораздо большей степени чем раньше развит вот это желание волонтерства волонтерства в любых областях вы встретите волонтеров начиная от больниц и кончая археологии например с которой я сама много в разных местах занималась волонтерством психологической помощи оказывала молодежи молодежи тяжелом политических ситуациях и после этого в археологии которая меня очень увлекает и не только в этом во всех областях почему наш мир пришел в том что наша работа сейчас не такая безумно безумно тяжелая мы не вкалываем с утра до вечера так что потом уже приходим без задних ног после тяжелой физической работы домой ни на что не способны для женщины которая там работает по дому она не должна уже сегодня не только перетирать с утра до вечера эту муку молоть на ручной мельнице камень об камень но и хлеба она не обязана пить забежала в Маколит купила хлеб и в таком духе в общем я уже не говорю пристиральные машины и роботов которые убираются и все такое нам оставлено очень много свободного времени и то что мы с ним сделаем будем ему тратить на всякие глупости или дадим простор нашему добровольному началу сделать добро в мире заниматься волонтерством я считаю что это наш сегодняшний выбор очень важно и здесь смыкается на самом деле я думаю это идея храма в котором есть контакт Бога и народа и не случайно в храме потом Всевышний рассказывает нам дает указания в подробности в подробности в подробностях как его построить если уже вы хотите строить свои отношения со Всевышним действительно от чистого сердца и по собственному желанию тогда я вам расскажу очень много я вам открою очень много как это должно быть сделано как это должно быть построено это со стороны Всевышнего тоже показывает насколько у него есть ответное желание пойти на нас спасибо за внимание окей замечательно пожалуйста короткие вопросы такие же короткие ответы мы да если можно нет ли такого что вроде такая добровольная вещь как трума сформулирована в такой повелительной форме да хороший вопрос мне такое впечатление создалось она сформулирована она сформулирована сформулирована в повелительной с другой стороны на тем либо приносите мне каждый сколько хотите то есть окажется если окажут оказалось бы что они не хотят приносить они бы не принесли ничего страшного нет никакой не хотите не надо ну окей подожди но вопрос был хороший я понимаю ну как бы непонятно есть две стороны я согласна тут есть две стороны с одной стороны в нем выражена обязательность что это необходимо с другой стороны потому что это это обязательно вы делаете по собственному выбору по собственному желанию так как вы хотите сколько вы хотите но это как человек на день рождения приглашает предположим да и говорит пожалуйста мне все добровольно на подарки приносить правильно нет нет не обязательно ну как но выглядит так послушает добровольно но приносите нет нет там сказано каждому кто хочет приносить тот кто хочет приносить по сути ну по сути такой начальник приказывает есть такой начальник приказ ну хорошо я услышал то что ты сказал да ну да там еще предыдущая фраза не пятый пункт а четвертый это есть то что повелел мне Господь сказать да 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 как будто Всевышний я согласна я согласна добровольно по принуждению отсюда как раз в других местах вообще нет никакого добровольности ну да все да окей ну во всяком случае по-видимому можно сказать что добровольно было как бы количество то есть ну приносить по-видимому все таки обязаны все но количество нет я не думаю одну секунду нет я специально прошла это должен взять этот у кого есть желание в сердце у кого есть добровольное желание принести я пускай ее принесет кто хочет кто не хочет кто не хочет кто не приносит это как аналогию провести это все таки действительно добровольно принудительно в каком-то смысле вот поскольку народ израиля они как дети еще то есть ребенку вы не можете ему сделать что хочешь в своей свободной воле да вот ему говоришь вот возьми пойди вот пойдешь на день рождения я тебе дам отнесешь подарок вот делай что-то вот маме сегодня день рождения принеси мне подарок сделай что-нибудь порадуй маму там или так далее то есть это просто народ еще как бы еще раз возможно конечно но я обращаю внимание на то что сказано каждый кто хочет просто принесет если в этом есть они ощущают необходимость приносить что это в этом есть какое-то давление может быть но я не привела тут метраж есть метраж такой в котором прямо описывается что если хотите переносить это в противоположность тому когда говорится например о даровании тары медраж говоришь над ними поднял гору как миску как там сказал лохань когда-то лохань отличное слово мне очень нравится да там медраж безусловно показывал что было принуждение тут в отличие от этого я просто сожалею я хотела перед началом найти медраж но есть медраж такой если хотите потом его опубликую в чате по которому просто идет диалог между Всевышним и народом в котором народ говорит мы хотим принести он говорит ну хотите приносить в таком духе то есть как раз вот из этой фразы скорее всего на нее опираясь медраж делает вывод что это действительно было добровольно хотя конечно что всегда с другой стороны и медража тоже бывает тоже приняли как бы высказав желание принять то есть все что скажет Всевышний сделаем правильно а почему же медраж все-таки там видит это как принуждение а здесь наоборот как добровольность видимо все-таки стихии в каждом случае склоняются в разные в разном в разном по-русски 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 переводится подношение либо приношение по-русски то вообще очень все близко подношение приношение все там я сказала очень странный перевод был у Иосифона добросердый всякий добросердный просто принесет надевлю тот каждый кто хочет очень сложно я смотрел там у Фрима Гурфенкель и другие разные переводы приводят по-разному тот кто забыла тоже какие-то они слова вы думали потому что трудно доброходное да ну доброходное понятно не по принуждению ну хорошо там тоже по желанию что-то все время на ум приходят вы плохие примеры не очень хорошие но это типа как эти пионеры макулатуру сдавали металлом там тоже было что-то такое ну в общем в таком духе да но это клепаты понимаешь они как бы делают по некоторому образцу но получается криво это как раз примеры от противного народ потащил народ потащил народ понес причем столько понес что пришлось остановить приказ был остановить да да это эвиру провели голос в лагере перекратить то есть на самом деле это тоже показывает что они очень хотели да что это не случайно естественно было понимаете это мы смотрим на это как бы со стороны а тогда это было принято если есть божество которое от тебя опекает и ты поклоняешься это наоборот каждый старался одного другого переплюнуть в общем то понятно ну а потом тут я бы еще знаете что сказал что тут надо учесть отношение к золоту что золото значит для нас и вообще для всего человечества всегда и всюду золото это был источник еды да вот я потащил золото на рынок и купил там хлеб что то такое а здесь человек был материально обеспечен ман падал вода текла проблем никаких не было и золото и серебро и прочее это было нечто такое уже сверх необходимого которое я готов отдать без проблем не 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 ну насчет сережек не говорите сережки это да про сережки извини там это дело святое там сказано интимное украшение ты че вообще как можно интимное украшение тащить ты можешь себе это вообще легко а легко конечно снял и потащил ну вообще вот это вот близость честно говоря да я опять сори что я копаю но вот это вот близость к ужасной истории с золотым тельцом она же как бы известнаe до проводится что как туда со страшной силы вдруг потащили до сережки и все прочее а тут с ним сказали на что сюда не сюда тоже потащили ну даже в бог он аппарата у него там 1 статья девчонки и вот Payone козе что значит тамкозе ну вот он такое он и туда тащит и сюда тачит вот он падет с одной стороны в другую сторону туда тащили со страшной силы несут от ну надо сказать нар센ин д cite это И не только про то, что касается золота или серебра, но мы, в каждой бочке затычка, мы готовы вмешаться в любую революцию и тащить. Мы тоже. Это интересно. Вот здесь присутствуют люди из других стран, не только из Израиля. Вот интересно, как принято у других. Например, меня каждый раз поражает, это как бы реальные факты. Если не про нас будет сказано, происходит какое-то несчастье в семье, там, погорельцы, как это по-русски говорят, в общем, какое-то несчастье произошло, там, убили кого-то в семье. Очень произошло что-то. Тут же объявляется клич, буквально за несколько дней собирают что-то не до миллиона шейклей. То есть, явно, реально народ действительно добровольно откликается со страшной силы, собирают очень приличные суммы за очень короткое время. Известно. Известно, да. Спасибо за участие. Я думаю, что мы можем перейти к следующей теме. Окей. При этом я считаю, что на самом деле, действительно, вот это свойство, оно очень важно не только в народе Израиля, но и в других народах, способность сдавать безвозмездно, и в этом есть некоторый, так сказать, аспект связи со всего. Да? Замечательно. В современном обществе, вообще, последнее, да, в современном обществе, это правильно, опять, я не знаю, как в других странах, но я знаю, в Израиле, в Америке, очень поощряются нон-профит. То есть, вот, амутоты или эти филантропические общества, государство освобождает от налога, то есть, человек, например, дает 10 тысяч шекелей, а ему 6 тысяч шекелей обратно возвращают, или там 4, я не помню, соотношения. То есть, государство реально помогает в этом, видит в этом действительно очень важную вещь. Ну, окей, беседор, обществоведение. В России я тоже знаю, что сейчас есть тоже, насколько я знаю. Нет, я не против беседор. В наши времена... Хорошо, если кто-то скажет, я не знаю, как в России вообще не называются, честно говоря. В Америке называется нон-профит, в Израиле называется амута. А как, кстати, в России называют, что филантропическое общество? Некоммерческая организация. Некоммерческая организация? Окей. Да, с которой государство борется со страшной силой. Ну, хорошо. Можно добавлю, раз такой вопрос про Европу. Да, да, да. Телофей? Да, хотел сказать, что в Европе тоже с большим энтузиазмом, и особенно, если в беду попадает какой-нибудь представитель определенной профессии, вот врач. Собирает очень быстро. Был случай, врач нужна была ему операция. Прямо за день все собрали, огромную сумму. Так что, есть такое. Окей, ну хорошо. Так что мы видим, что вообще это продолжается. Окей, замечательно. Ну хорошо, дорогой доктор Ленинс, мы вас слушаем. Я могу начинать? Да, конечно. Ну, я буду говорить, вот тут Нехамов все рассказывала про добровольность, а я сейчас буду говорить о том, что делалось исключительно и строго по приказу. А приказ был следующий. Еще когда Маше Робейну был на Синае и получал всевозможные указания по строительству мешкана, то между всем прочим, Всевышний ему говорит, смотри, назвал я по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура, колено Ягуда. Шмот 31.2. Давайте я вам сейчас этот текст открою. Я могу сделать вот так. Значит, конечно, материалы там, золото, серебро, все будут давать добровольно. Но руководить строительством мешкана будет вполне определенный человек. Это мой приказ. Надо сказать, что таких приказов Всевышний отдавал совсем немного. Значит, выбери себе там 70 старейшин, и я уделю на них от духа моего, так сказать. Ты выбери, а я с ними поделюсь. А здесь никакого выбора. Делать будет Бецалель. Точка. И вообще говоря, выбор, с одной стороны, вроде бы достаточно понятный. Бецалель – это представитель колена Ягуда, царского колена. И здесь мы, пожалуй, впервые сталкиваемся с тем, с чем столкнемся еще и позже. Насчет того, что вот творчество там, роль архитектора, роль автора, как-то по-русски говорят, не царское это дело. Царь должен повелеть, а какой-нибудь там барма и постник найдутся для строительства храма. И мы, например, не знаем авторов египетских храмов, и мы не знаем инженеров-проектировщиков пирамид. Мы знаем, что пирамида Хеопса. А вот кто там, значит, рисовал чертежи и делал ее, мы не знаем. А здесь мы знаем. Причем этот Бецалель из царского колена Ягуда. И надо сказать, что такое отношение наших царей к творчеству будет прослеживаться и позже. Ну, скажем, царь Давид, автор книги «Тейлим», сочинил десятки совершенно изумительных псалмов, которые с тех пор, три тысячи лет, читают люди и продолжают ими восхищаться. Или царь Шламо, который автор целых трех книг Танаха. То есть, хотя и тот, и другой были цари, но они вполне себе занимались творческим делом. Так вот, начало этому положил Бецалель из царского колена Ягуды. Это момент номер один. Момент номер два. Я прошу обратить внимание, что, хотя, конечно, в истории есть разные примеры, разные варианты, но на самом деле вот такое великое творчество – это, как правило, удел молодых. То есть, вот Пушкин к 37 годам уже написал все, что он написал, и все, что с тех пор мы 200 лет читаем. Так вот, Бецалель – это специально подчеркнуто, он очень молод. Вот, да, если Хур, который, как мы помним, как раз неделю назад обсуждали эту историю, что Хур был помощником Маше, то есть плюс-минус он из поколения Маше, да, то Бецалель, он годен во внуке Маше, да, он совсем молодой человек из царского колена Ягуда. И конкретно ему поручается руководство строительством Мешкана. Причем я обращаю ваше внимание на то, что в ряде религий личное творчество совсем не поощряется. Приведу вам пример, который лично меня привел в изумление. Вот принято говорить, что, значит, это самая иконописная школа, как это, великий иконописец русский, Троицу написал. Рублев. Рублев, вылетел из головы. Значит, вот если вы думаете, что Рублев рисовал то, что у него представлялось перед мысленным взором, то не так. Значит, иконы рисовались по трафаретам. Он не имел права отступить ни влево, ни вправо от того, что было велено сделать. И вся иконописная школа Рублева, это было, по сути, использование определенного канона, определенных трафаретов. И по этим трафаретам раскрашивали они свои доски. Так вот, с одной стороны, у нас вся конструкция Мишкана не просто подробно расписана и записана в Торе, но более того, какие-то сложные вещи. Например, Маше не сразу понял, как нужно делать Минару. Всевышний ему показывает образ. Вот, вот так должна выглядеть Минара. То есть, с одной стороны, это указание свыше и необсуждабельно. С другой стороны, говорит Всевышний, почему назвал я по имени Бецалеля? Потому что наполнил его духом Илогим в мудрости и в понимании и в знании. И эти три слова, которые на русском языке можно так сказать, что это, в общем, более или менее, ну, если не синонимы, то, по крайней мере, близко расположенные понятия, значит, в ивритском тексте они, в общем, выглядят совершенно по-разному. То есть, мудрость, хохма, да, это общее видение предмета. Минара должна быть вот такая, такая, такая в целом. Понимание твуна – это умение анализировать и различать нюансы и понимать какие-то тонкие элементы конструкции. И, наконец, знание, да, в этом контексте – это знать конкретно, что делать. То есть, владеть искусством и резчика, и, значит, который отковывает, да, Злата Кузнеца и Порчевника и так далее, и так далее. То есть, не просто представлять и понимать, но еще и владеть, держать в руках все это искусство. Наконец, следующая фраза относительно Бецалеля – мыслить мысли, чтобы делать по золоту и по серебру и по меди. Это шмот 31.4. То есть, ни наличие подробного описания, ни демонстрация образцов отнюдь не отменяет творческого начала. И все вот это вот искусство начинается не с того, что ты копируешь, а с того, что ты мыслишь мысли, как вот это все сделать. Это первое. Первое. Второе. Что Всевышний назначает ни одного архитектора, ни одного руководителя работы, но сразу двух. И вот, и я вот дал с ним Аолеава, сына Ахисамаха, колено дан, и в сердце всякого мудрого сердцем дал я мудрость, и сделают все, что приказал я тебе. Значит, ну, во-первых, я тут пропел такие дифирамбы, что Бецалель – царского колена яуды, а вот его первый заместитель Аолеав. Ну, во-первых, тут непонятно, из какого он поколения, да? Потому что Аолеав, сына Хисамаха, колено дан. Какой возраст Аолеавы и как он соотносится с возрастом Бецалеля, нам Тора здесь напрямую не говорит. Но Тора нам указывает на другой важный момент, что это колено дан. Если колено яуды – это царское колено, это колено, которое, значит, получает от Яакова благословение быть руководящим. И когда мы идем в пустыню, когда вот этот самый лагерь сынов Израиля, кто идет первым, кто вторым и так далее, то колено дан – это авангард. Это тот, который ведет за собой всех, да? Он впереди. И не отойдет скипетр от чресл его, то есть вот он держит в руках скипетр власти. То колено дан – это самое такое анархистское колено со всякими проблемами. Дан, как известно, это колено от служанки. И это демонстрируется нашим движением в пустыне. То есть если Иуда – лидер, направляющий, руководитель, то дан – это замыкающий. Но тут на самом деле Тора нам хочет сказать мощно. Пункт первый. Что у каждого колена есть своя важная роль, которая абсолютно неотъемлема. То есть если Иуда – это разведчик маршрута, это лидер, который указывает, куда идти, то колено данно выполняет важнейшую роль замыкающего. Кто бывал в каких-то походах, пеших переходах, знает, что роль замыкающего очень важная. Он не должен допустить, чтобы колонна слишком сильно растянулась. Он должен помогать отставшим. Он должен послать вперед сигнал, если что-то случилось, чтобы шли потише или остановились. И вот это выполняет колено данно. И то, что Бецалель из колена Ягуды, а Олеаф из колена Дана – это показывает, что в Израиле лишних колен нет. Нет первых и нет последних. Помните, а, нет, не помните, мы это еще не обсуждали. Ну, в общем, когда мы дойдем до книги «Дворим», там как раз будет обсуждение того, что вот вы все стоите от начальника колена, от вашего водоноса до вашего пильщика дров. То есть логично было бы сказать от, скажем, начальника колена и до водоноса, но говорят от водоноса до пильщика дров. Почему? Где пильщик дров рядом с водоносом? А если все стоят по кругу и все равноудалены от центра. А центр, который притягивает нас всех – это Всевышний. Так вот, все колены Израиля равноважны, просто вот выбирают двух таких представителей. И что говорится нам дальше? А дальше нам говорится так. «И в сердце всякого мудрого сердца дал я мудрость, и сделают все, что приказал я тебе». Это фраза, которая на русском языке звучит как-то не очень, потому что вот мы привыкли, да, как там это у чекиста должно быть? Холодная голова, горячее сердце и какие-то там руки, да? Так вот, мы привыкли к тому, что мудрость, где мудрость? В голове мудрость. Что в сердце? В сердце эмоции. Любовь, ненависть и так далее. Ну, с точки зрения физиологии, может, это и не совсем так, но в нашей обычной культуре сердце, средоточие эмоции, да, вот, заставило учащенно биться сердце, а голова – это мудрость и понимание. А здесь нам Тора говорит. «И в сердце всякого мудрого сердцем дал я мудрость». Да? Ну, почему дал я мудрость в сердце всякого мудрого сердцем? Тут сразу вспоминается известный медраж про царя Шломо, когда, значит, он мог попросить у Всевышнего всего, чего угодно, власть, богатство, там, долголетие, все, что хочешь. Но он попросил только одно – дай мне мудрость, да? Значит, он исходно имел достаточно мудрости в сердце, чтобы попросить самое важное – дай мне мудрость. А здесь Всевышний сам говорит. «И в сердце всякого мудрого сердцем дал я мудрость». То есть тот, кто понимает смысл мудрости, тому я этой мудрости еще и добавлю от щедрот своих. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить к вопросу о том, что мудрое сердце – знаменитую максимум Рава Кордовера, да? Из города Кордова, Испания. И мы ее все прекрасно знаем, русскоязычные люди, потому что нам ее повторил прапраправнук Рава Кордовера – Самуил Яковлевич Маршак. «Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце мудрым будет». Вот это вот максимум Рава Кордовера, что ум должен быть не холодным, а добрым, а сердце должно быть не просто добрым, но и мудрым. Значит, дальше интересно еще отметить последовательность выполнения действий. Когда Маше находился на Синае и получал указания, вот в частности получил указания выбрать Бецалеля и Аолиава, то Маше получил следующее указание насчет последовательности действий. И сделаешь ковчег, ну дальше все причиндалы Мишкана, там стол, минора, жертвенник, то, сё, пятое-десятое, келим, все принадлежности Мишкана и завершается Мишканом. То есть начинается ковчег, завершается Мишкан. А когда указания получает Бецалель, то он вежливо так, очень аккуратно, на эту тему есть красивый мидраж в Талмуде, Бецалель вежливо поправляет Маше. Что сделать надо? Шатер. И ковчег, и крышку, и все келим. То есть начинает с шатра. Если на сеная шатром заканчивается разговор о последовательности операций, то Бецалель, как главный архитектор, говорит, нет, простите, я начну с шатра, а потом я все сделаю. И ковчег будет, и крышка ковчега, и минора, и жертвенник, и все сосуды к тому предназначены. В чем здесь проблема? Проблема состоит в том, что когда Маше находится на сеная, то он видит сразу самую главную суть. У него взгляд не закрыт вот всеми завесами материального мира. В чем суть Мешкана? Суть Мешкана – это ковчег. Это то место, где, во-первых, там хранятся скрижали, а во-вторых, из пространства между кровами непосредственно Всевышний обращается к Маше. То есть это главное, а все остальное вокруг – это некие, да, нужно сделать все предметы обстановки Мешкана, и сам шатер там, и все столбы, и завесы, и покрывала. Но суть в ковчеге. А когда мы находимся в материальном мире, то первое, о чем, что мы видим и о чем мы заботимся, да, это внешние материальные оболочки, проходя которые мы дойдем до сути. Ну, это, если мы подходим, скажем, к компьютеру, да, то мы сначала видим ящик, из которого торчат провода, там клавиатура, мышка, экран, и потом в этом ящике много всего-всего, и только в самой середине на материнской плате живет тот самый маленький процессор, который является главной сутью компьютера, да, который, собственно, все нам и делает. Но сначала вот этот ящик. И с точки зрения, так сказать, Медраж нам говорит, что почему Бецалель так поправил Маше в последовательности операций, потому что он ему сказал, ну смотри, вот я начну делать там одно, другое, третье, там стол, минора, жертвенник. Я же это должен куда-то размещать, да, где-то я это все должен ставить. И поэтому надо начать с шатра. И мы дальше увидим, что когда, собственно, собирали мешканту, вот сначала собрали шатер, потом внесли туда минору и зажгли лампады, потом внесли стол и разложили хлебопредложение. То есть для начала нужно было, была необходима вот эта вот материальная оболочка, материальная основа, которая позволяет правильно расположить все внутренности. Ну, значит, дальше еще один маленький момент относительно исполнения. Что, да, Бецалель и Аулиав, руководители строительства, были назначены Всевышним, и это не обсуждается. Но каждый муж, мудрый сердцем, в которых дал Ашем мудрости, понимания, знать, чтобы делать всякое ремесло работы, он тоже включился в работу. То есть назначение руководителя вовсе не отменило вот этого вот самого, то, что мы говорили с подачи Нахамы, про волонтерство и добровольность. Эта добровольность проявилась не только в том, что принесли вот эти золотые украшения и всякое-всякое, что нужно было для строительства мешкана, но еще и каждый, кто был достаточно мудр сердцем, чтобы участвовать в этой работе, он в ней участвовал. Ну и, наконец, последний момент, который Тора специально нам оговаривает и который настолько вошел в мировую культуру, что является совершенно обязательным моментом, что контролирует не тот, кто исполняет. Что когда в разделе ПКУДЕЙ был проведен, так сказать, финансовый отчет был сделан, то этот финансовый отчет, эти счета мешкана, мешкана свидетельства, которые посчитаны по слову Маше, работой левитов, рукой и Тамара, сына Аарона Коэна. То есть назначается специальная комиссия по проверке, значит, и руководит этой комиссией и Тамар, сын Аарона, и они проверяют, на что пошло серебро, золото, медь, там, значит, как использовался Тхелет и прочее, прочее, прочее. При этом еще раз повторяется, что сделал-то все это Бецалель, сын Ури, сын Хура, колено Егуда, а он сделал все, что приказал Ашем Маше, но проверять его будет некто другой, проверять его будет и Тамар. Значит, говорят наши мудрецы, что необходимость вот этой проверки возникла потому, что наш жестоковыйный народ после создания «Золотого теленка» оказался на таком низком моральном уровне, что уже не способен был верить на слово. Ну, казалось бы, да, вот Бецалель сделал все, вот вам, ребят, все эти предметы, ну, чего тут. Все хорошо, нет, на слово народ уже не верит, и необходимо собрать специальную счетную комиссию и проверить все счета строительства, да, что там и на что было использовано. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать, и спасибо за внимание. Окей, у меня есть небольшое замечание, но сначала, пожалуйста, не замечание, а как бы вопрос-комментарий. Пожалуйста, кто хочет спросить? Спросить, добавить. Раз, два, три. Окей, ну, хорошо, господа. А вот, пожалуйста. Извините, можно спросить? Да, нужно, пожалуйста. Может быть, я подключилась не с самого начала, к сожалению, не знаю, говорили об этом или нет. Почему несколько раз повторяется примерно один и тот же текст по устройству мешкана, когда сначала Всевышний говорит Маше, потом Маше передает, потом как делали, потом результат, что сделали, и примерно одно и то же каждый раз повторяется. В чем здесь такой глубокий смысл есть? Доктор Ленец, мы вас слушаем. Мне надо ответить. Ну, я бы сказал так, что, значит, несколько моментов. Момент номер один. Маше Носиная получает указание. А потом, вот уже в разделе Пхудей, написано так. И Бецалель, сын Ури, сын Хура, колено Иуда, сделал все, что приказал Ашем Маше. Так вот, для того, чтобы убедиться, что Бецалель сделал все, что надо, собственно, и происходит повтор. Сначала Маше получает указание на Синае, потом Маше передает указание народу, потом делают, собирают, включают разные компоненты мешкана в работу, и, наконец, подсчитывают, смотрят, как все получилось и как все заработало. Вот это четырехкратное повторение, ну, для того, чтобы мы убедились, что сделано все, как приказал Ашем Маше. Это одно. Ну, а второе, я уже говорил об этом, что не все там дословно повторяется. Что Всевышний сказал, делаешь ковчег и все келим, все сосуды и мешкан, да, а Бецалель говорит, окей, только я буду делать сначала мешкан, потом ковчег, а потом все прочие сосуды, да. То есть здесь как-то иногда и по-разному. Хорошо, спасибо. Я хотел, если можно, добавить буквально два слова. Вот то, что ты говорил, очень хорошо объяснял, но на иврите действительно это потрясно, да. Хохмат лев, бэлев, коль хохам лев. Вообще вот эта вот мудрость сердца, да, я не знаю, это как бы по-русски звучит не совсем стандартно таким, естественно, сочетанием, правильно? На иврите тоже как его объясняется? То есть вообще, по идее, это как бы разнесенные вещи. Есть сердце, и сердце это обычные эмоции, правильно? Да, а мудрость в голове. А это интеллект. А что значит, а что значит, бэлев коль хохам лев? Хохам лев, это означает, что это как какое-то некоторое соединение вместе, каким-то образом, с одной стороны, как бы эмоциональное, а с другой стороны, с другой стороны, это значит, как что-то такое интеллектуальное, это какой-то разум. Это вот хохам лев, и это, мне кажется, может быть с двух сторон, правильно? Это может быть с одной стороны, что рассудок, он все-таки должен быть подпитан, или он должен быть пропитан эмоционально, а с другой стороны, эмоции, эмоции, они должны каким-то образом связываться с головой. Ну, так, наверное. Ну, извините, ребят, я не хочу умолять ваше заключение, и в сегодняшнем понимании современного человека это может иметь смысл. Я просто хочу сказать, что в те времена источник мудрости считалось сердце. Морали, там, печенка и так далее, клоен, да, то, что почки, да? Клоен, печень. Ну, в общем, короче, распределение по органам разной функции, оно было не такое, как сегодня. А сегодня? Нет, а сегодня? А? А сегодня? А сегодня раз в голове, потому что поняли, что откуда, в общем-то, лучше люди знакомы с устройством физиологическим нервным человеком. А в древности, конечно, сердце – это источник мудрости. И это в Танахе постоянно встречается, и не только в Танахе, в других культурах тоже. То есть, на самом деле, конечно, можно сделать это далеко идущим до сегодня. Пусть того, как мы уже поняли, что ураз в букваре, а в сердце мы отождествляем с чувствами, наоборот. Ну, как сказать, совместить это вместе. Но по прямому смыслу, конечно, в Танахе просто имел в виду, что умный. Хорошо, а мы продлили. И вторая вещь, которую я хотел сказать, но тут тоже она у тебя прозвучала, но, по-моему, она тоже потрясная, о том, что как бы дается тому, у которого уже есть. Это, мне кажется, вообще как бы очень важный принцип вообще. То есть, человек, грубо говоря, я бы даже пролонгировал больше и сказал, на уровне действий совсем другой. Когда стоят перед морем и, как бы, Муше вопль, вопит и говорит Всевышнему, спаси нас, а он говорит, Всевышнему отвечает, что ты кричишь. Давай делать надо, давайте делайте. То есть, грубо говоря, человек делает шаг, туда ему помогают. Здесь тоже интересная штука. У человека уже, в принципе, есть хохма. Причем не просто хохма, а хохма, которая болеет. И тогда ему добавляют. Вот это вот интересно. Да, вот я именно это хотел сказать. Да, 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 да. Ну и простой пример, чисто конкретный. Вот имеется ребенок, который еще ничего не умеет. Но когда он приобрел некий навык, он научился читать. Вот он может взять книгу и читать. И вот тогда через этот навык чтения он получает еще, 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 еще. Но он должен иметь этот навык. Без этого для него все книжки останутся красивыми кирпичками. Да, наверное, так. Вот что-то в этом роде. Да, наверное, так. И мне кажется, здесь мы видим, что это совершенно другой принцип, если так можно сказать, к искусству, к произведениям. Правильно, потому что то, что известно нам, и то, с чем мы живем, и, по-видимому, наша реальность, это то, что называется яйцера, известная с двумя юдами. То есть произведение на современном игрите – это источник страстей. Прежде всего, это яйцера, это вещь, которая является двумя полисами, оттуда вся, как бы, амбивалентность произведения искусства и прочее. А вот здесь хохмат-лев – это что-то совсем другое. Потому что искусство – это не хохмат-лев. Это нечто совсем… То, что мы имеем, как бы, в данность сегодня, хорошо это или плохо, но это, видимо, совсем другая история. Совсем другая история. Окей? Да. Кто-то еще что-то хочет сказать? Спасибо. Окей. Я еще хотел сказать, опять, не в плане адвоката и все прочее. Мне одна вещь не понравилась. Может, не понравится одна вещь. Мне одна вещь не понравилась. Не потому что я, как бы, сторонник и все, но наезд на иконы, я не знаю. Я совсем не специалист, все прочее, но все-таки троица рублева, ты меня прости. Я тут сейчас мельком посмотрел в Википедии и освежил то, что значит в памяти. Послушай, там вообще споры были у академика Лазаревой и прочее, потому что думали, что вообще… Да, и Лазарев спорный с Грабарем. Там либо были идеи итальянской живописи, Пера де ла Фраческо, Джотто, потом сказали, нет, никакого влияния не было. Смотрите, я не знаю, как это связано. Понятно, что это не Кохмат Лев, и понятно, что это не Бетсавель, но, не знаю, по-простому это гениальное произведение. Кстати говоря, я посмотрел, я этого не знал. В Википедии написано, что это вот то, что называется так называемая троица, у нее и второе название. Как вы думаете, какое? Гостеприимство Авраама, между прочим. Вот так вот. Вот так, да. Окей. Ну, хорошо. Мы планируем. Принято. Да. Окей, хорошо. Две части закончили. Я быстренько постараюсь изложить третью. А третью очень интересно. Вы знаете, есть такое мнение, что таким случайным образом, а у нас все как бы не случайно, по жизни, недельные разделы, мы как-то все время так идем, что вообще вот то, что нас очень занимает нашу голову и переживание, хохмат лев, да, и хохма, и лев, вот вдруг оказывается, что в недельном разделе именно про это и говорят. Как такое может быть? Вот у нас там, кто следил или не следил, у нас там в наших чатах было очень сильное, вообще говоря, обсуждение против мордобоя, в кавычках, по поводу демократии, демократия, монархия, это все. Я что-то дико удивился, когда я смотрел, какую статью к этим недельным разделам взять из Канан-Фарата, вот вдруг смотрю, у него статья про демократию, чуть не упал вообще. Нифига себе, как раз то, о чем я говорю. И вот то, что я хотел, это то, что я вам хочу быстренько рассказать. Итак, какая идея? Во-первых, заголовок. Ну, как бы в заголовке уже есть вопрос и ответ. Но написано, заголовок, все статьи называются так, выборы, пхера, или пхерот выборы, да, а дальше написано лышем шамайн, то есть с одной стороны выборы, а с другой стороны как бы во имя небес. Вот это уже сам ответ, на который у нас будет сейчас, на те вопросы, которые мы ставим, вот это вот название. Итак, у нас в 35 главе, в 30 стихе написано, и сказал, Моше бне Исраэль, сказал, значит, евреям бне Исраэль, вот написано, рэу, кара, ашем, бешем, бецалэль, кстати, это вот продолжение твоей линии, да, рэу, смотрите, да, это Моше, обращается к бне Исраэль, смотрите, кара призвал Всевышний именем бецалэля, или призвал бецалэля, бен ури бен хур, ле мате иуда, и, как бы, перечисляет, что тут требует, как бы, объяснения. И вот объяснение, Моше, как бы, такое впечатление, что он обращается к бне Исраэль и говорит им, смотрите, я вот, как бы, хочу вам сказать вообще, что у нас тут, что происходит, то есть, такое впечатление, что он с ними, как бы, советуется, он с ними объявляет. И дальше есть очень известное комментирование в Талмуд трактате Брахот от имени Рафа Ицхак. Что сказал Рафа Ицхак? Он сказал потрясающую вещь. В самой первой фразе сказал совершенно убийственную по силе утверждение. Прочитаю на иврите. Эйн Моамедим парнас аля Цибур эла им кэн нам лихим в Цибур. Фантастика. Что сказал? Сказал очень просто, просто, очень жесткая вещь. Сказал, не назначают Моамедим, парнас, кто такой парнас? Знаете такое слово парнаса, да? Вот, парнаса. Не устанавливают парнаса, а именно того, кто является управлен, и кто представляет собой функцию управления. Начальство, да. Да, вот правильно, у меня вертелась в голове. Начальство, которое должно прежде всего заботиться о как бы, как это, благосостоянии. Во, о благом состоянии парнаса. Эла им кэн нам лихим в Цибур. Вау. Должны, должны посоветоваться с народом. Где такое видано? Почему? Он подговорит, Рафа Ицхак говорит. Шена и Мар, как сказано. Реу, Реу, кара, шемби, шемби, цалэль. Смотрите. То есть, такое впечатление, что Муше с ними, как бы, говорит, смотрите. Он не просто им объявляет, а он с ними, как бы, советуется. А дальше он приводит нам предполагаемый диалог, который происходит между Муше и Всевышним. Итак, сказал ему, Муше, Он сказал Муше. Муше. Интересно. Дальше идет. Так вообще, даже если, наверное, перейдет на иврит, звучит совершенно классно. Он ему сказал, Муше, агун, алехо, бецалэль. А он ему говорит, Всевышний говорит, Муше, как вообще тебе, бецалэль, нормально подходит к таку, клевый парень, агун. Агун, это фэр, то, что говорят на савиенном иврите. Как, нормально вообще, это бецалэль, как бы подходит, амар ло, а Муше ему отвечает, рибойну шилойлом, правитель, как бы невест, Всевышний, им лефанэха агун, им агун лефанай, локоль шикен, алай лош коль шикен, по-еврейски отвечает. Он не говорит ни да, ни нет, он ему отвечает. Ну, послушай, если агун алехо из тебе подходит, ну, так ко мне, чего мне, тоже подходит, да? Дальше, а Всевышний ему продолжает и говорит, афаль пикен, лех эмор лаэм, ну, хорошо, несмотря на то, что мы мир с собой договорились, все-таки не скажем, окей? Аллах, ва амар лаэм, ла Исраэль, Муше пошел, сказал Израилю, сказала им, а они, что ему ответили, тоже очень ответили, очень интересно, они ему ответили, им лефне, очень еврейский диалог происходит, а ему в Исраиле ответили и сказали, ну, послушай, если Всевышний ему подходит, тебе подходит, ну, а что, нам не подойдет, что ли? Ну, хорошо, это так, но самое главное, вот это данным лихин, чем дальше? Дальше мы идем обсуждение. Дальше, Рафханан Парад говорит, это как бы ассоциируется с статьей Рава Ширки, которая тоже в нашем чате разбиралась, да, в одном из чатов. Рафширки, как бы, так же, как Ханан Парад, здесь говорит, что вообще, такое бутует мнение в определенных религиозных кругах, такое было выражение, да, в определенных кругах, вот в определенных религиозных кругах будет такое мнение, что демократия, Гевальд, Хасвахалила, это не наше, это гойское, у нас все по-простому, у нас царь, у нас то, у нас анедрин, давай, тащи их сюда, пускай за нас все решает. А он говорит, ничего не подобного, вот, пожалуйста, вам прямой пример, самая настоящая демократия, спрашивают у народа. Окей, дальше, и вот эта вот, и вот эта вот фраза, которая сейчас будет, я тоже буду повторять с Лея Заханан Парадом, вот это вот очень интересно, по-простому, да, не ставят правителя, да, прежде чем не посоветоваться, но вот интересно, очень это слово, леамлих, да, леамлих, оно имеет, ну, как минимум, два значения по прямому смыслу, по прямому смыслу, очень интересно, это слово однокореннонде, смелах, царем, а с другой стороны, вот этот потрясно, наверное, тыбрит, это отражает, леамлих, леамлих, в современном вирите, может быть, это не совсем, но в иврите, как бы, танаахическом, это вполне, как бы, понимание, советоваться, леамлих, советоваться, и тут даже видно, что вот это вот назначение правителя царя, однокоренное, со словом советоваться, по-моему, это потрясно, да, и так, да, и Ханан Парат пишет, давайте обратим внимание, то, что написано, намлихин бы цибур, советуемся с цибуром, советуемся обществом, и которое нас по прямому учит, по прямому нас учит, что цибур, то есть общественность, да, выборщики, можете сказать, именно они являются теми, с которыми надо советоваться, да, по идее назначения Меллаха, по идее назначения правителя, по изначению назначения Парнаса, когда назначают правителя над ними, да, или пишет дальше, вот как вообще потрясно подходит это выражение с общей идеей демократии, как по прямому смыслу демократия, да, демократус, это власть народа, и здесь, в словах, очень близки к этому, это этим и сказано, да, и у нас получается, Ханан Парат потрясно пишет, он пишет, демократиями деорайта, вот, пожалуйста, мы видим демократию, которая прямо из Туры выходит, да, знаете, да, как бы многие, наверное, знают, есть деорайтов и дерабанан, деорайтов, это то, что выводится прямо из текста Туры, написано прямым, либо очень прямым текстом, а медерабанан, это то, что же вы как бы вывели мудрецы, путем той системы выводов, которая как бы принята, а здесь просто видно медаорайта, да, теперь дальше, давайте посмотрим чуть-чуть, потому что практически все, те, кто рассуждает о том, как назначается царь, что такое царь в Израиле, и все это, они обязательно приводят, приводят вот те стихи, которые мы сейчас тоже разберем, в книге Дворим, в 7 главе, 16 стих, да, а именно, смотрим, что сказано, секундочку, окей, сказано, обязательно назначь царя, какого царя, которого выберет Всевышний, Бог твой, да, которого он выберет, а дальше есть некоторые критерии, он может показаться сторонним, но в качестве как бы приведения одно из условий, это очень важно для нас, чтобы понять как бы систему, вот это, принципы демократии, которые мы можем выучить истории, да, а именно, критерий какой, мекеров ахиха, тасим алеха мэлах, только из среды своей, поставь, поставь на себя царя, и не сможешь дальше, следующая фраза, которая говорит, лот тухай латет алеха, иш, но хри, иш, но ахихау, не сможешь ты, да, поставить над собой, человека, который будет чужеземцем, который не из твоих братьев, значит, смотрите, вот уже даже по простому взгляду видно, что здесь есть некоторые, как бы, шилу, что называется, некоторая комбинация, с одной стороны, мы, видно, что прямое обращение к народу, и как бы это желание народа, народ дорожит, сон тасим, чем это еще сказано в повелительной форме, обязательно сделай так, но поставь, ты поставь, но с другой стороны, ты поставь кого, который выберет Всевышний, и потом еще вот идет критерий о том, что чужеземец, чужеземец, он чужеземец, он не может быть, да, и здесь получается некоторое, как бы внутреннее противоречие, правильно, оно слышится, почему, потому что с одной стороны, сон тасим, то есть ты сам обязательно сделай, да, а с другой стороны, с другой стороны, написано, ашер ивха, ашем илокеха, который выберет Всевышний, если выберет Всевышний, а как это, а при чем тогда ты поставь, значит, как бы не ты ставишь, а Всевышний ставит, каким образом, каким образом это может быть, можно разобрать, да, и говорит таким образом, вот то, что сказано, то, что сказано, которое выберет Всевышний, из этого можно выучить, что тут есть некоторое, некоторое внутреннее, еще одна кондиция, еще одно условие, которое должно быть, какое, а именно такое, что Всевышний Всевышний должен выбирать кого-то, кто является его избравленником, а не того, которого он ненавидит, то есть народ может выбирать и должен выбрать правителя, но этот правитель должен, кроме, как бы, внешнего критерия, о том, что он не должен быть чужим, да, он должен быть из своей среды, он должен быть таким, который, которого ненавидит Всевышний, который ему не противен, и тут вот получается, по-видимому, вот этот вот ответ, который вынесен в заголовок статьи, о том, что эти выборы, на лэшем шамаем, то есть идея заключается в том, что ты можешь выбирать, но как бы твоя выборка, выборка, она должна быть, как бы, изначально, изначально, она должна быть лэшем шамаем, то есть ты не можешь выбирать того, кто не угоден Всевышнему, вот это вот, вот это вот, по-видимому, по-видимому, вот это вот, ну, как бы, такая еврейская демократия получается, да, еще, теперь, буквально, еще чуть-чуть хотел сказать, очень интересно, он цитирует дальше Раф Кука, и Раф Кук продолжает в своей книге Энна Раоян, вот, и он там как раз описывает тоже, основываясь вот на разборе этой фразы, да, о том, что Энмам Лихим Парнас не устанавливают Парнасу, управляющего, или директора, или царя, как угодно, да, над Израилем, Элэ Мкен, а тем не менее, должны с ними, как бы, посоветоваться, да, и дальше он перечисляет, какие должны быть у него параметры, Раф Кук, как обычно, пишет очень высоким слогом, но если это, как бы, срезюмирует, это будет так, что у него порядок такой, он пишет, должен быть, теорат алеф, и душа тамасим, у него должно быть, теорат алеф, вот у нас, смотрите, у нас сегодня уже было, про Байцалеля сказано, хохмат лев, да, да, и вот интересно, что как бы, тоже Раф Кук говорит, да, это близкие вещи, да, это тоже все связано с сердцем, но с другой стороны, это как бы некоторый другой параметр секция, сердце, и по-видимому, это некоторый другой параметр ипостаси человека, теорат алеф, да, это то, что по-русски называется с чистыми помыслами, вот теорат алеф, у него должны быть, у него должны быть чистые помыслы, там интересно, что он выставляет эти критерии, сейчас мы скажем 3, вот именно их порядок, первый какой, пишет, первая, к душа пневик, у него должно быть какое-то, к душа пневик, то есть, это человек, у него должны быть чистых, внутренних устремлений, да, должна быть некоторая внутренняя святность, да, вторая пишет аж не яла смотрите как бы вот это вот тоже последователь нам важно первым мы сказали к душа пневмит внутренняя как бы святость внутренняя чистота дальше хохма амука гдула человек должен быть мудрым сегодня он человек который должен обладать как бы соответствующими данными и вот еще интересно третье третье тоже потрясающе 3 потрясающе какая третье написано и аж лимута амунит что наша шлемута амунит я так понимаю что это он должен быть он кстати пишет про это я не знаю в современном русском языке если это слово по-русски часто говорится в русскоязычной как бы прессе харизматическая личность он должен быть харизматической личностью я кстати в скобках сказал интересных она пора про это не пишет дай муж и по-видимому во всяком начальном был совершенно небо харизматической личности до косноязычной то есть и 5 10 потом таким стал да но вот то что требуется от современного правителя да это у него должна быть душа пневмит за человек который должен быть грубо говоря в современных термин он должен быть предан своему народу у него должны быть чистые замыслы а у него не должны быть идея в том что он должен как-то обогатиться и за этого продвинуться это не знаю пятое-десятое второе человек должен быть ха хам то есть на общем фоне должен быть человек который обладает недюжинным недюжинными интеллектуальными способностями и третьими он должен быть харизматической личности ну и как бы кончая все это кончая все это да подводим конец каким образом можно сказать тура за демократию либо она не за демократию мы видим на этом примере что по-видимому ответ он такой да то рано за демократию это демократия это выборность должна быть лэшем шамаем вот такой ответ окей вот это то что я хотел на одной ноге доложить кого-то есть вопросы замечания по поводу демократии мы приближаемся как бы к очередным выбором в израиле во всяком случае у нас происходит час не два года вот идя на эти выборы мы уже знаем что скорее всего будут следующие выборы но такая ситуация я в общем идеи общей ничего не имею рафшерки тоже поддерживает и что демократия вспомнит впустимый и в настоящее время правильный режим но мне немножко странно что делать выводы из назначения бицелеля потому что это же он же не всего лишь в данном случае такой художник скажем высшего ранга да вовсе не парнас не парнас да не начальство а именно в назначении начальство там в те времена все было очень сверху там маши решал кого назначить или всевышний назначал этих кто там пророчество у них был наделен помощь моя маша и так что здесь немножко но это рафицка рафицка так сказал но скажем в танахе видим что без того что народ поддерживает царя царь не не неважно его шмоль например давиду помазан на царство пока его весь народ не поддерживал не был царем да 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 но вот мне кажется вот во всяком случае девят этого шилова этой как комбинации сочетания с одной стороны с одной стороны какое-то участие народа да ну может быть на уровне как бы действительно одобрения какой-то а с другой стороны все-таки это внутри как бы называется гулот гизра то есть внутри вот этого ограниченного сектора сказано можешь выбирать но выбирать должен быть лучшим шамаем то есть должны быть вот такие вот критерии ну окей так ну хорошо дамы и господа просили вообще спасибо на там а георг пишет мне хотелось понять твою позицию я более-менее понял но я не а сейчас секундочку дака тут есть да георг пишет спасибо надо мне хотелось понять твою позицию я ее более-менее понял я не уверен что что то что я писал подживает равенство гражданских прав каждую делу так то что мне народу важно и так далее их вопрос по но смотреть нас уводит стороны я не очень меня по простому смыслу до мамлехин то есть советоваться это означает не сказано послушай по идее мог бы сказать на идее посоветуйтесь со старейшинами либо иди скажи там исполкому либо я не знаю либо скажи вот тройки нет скажи им им это бы на израиль по простому смыслу у каждого каждого есть как бы голос и все иначе никакой демократии нет иначе есть политбюро которое как бы выбирать либо да а он еще интересно я пропустил ханан парад говорит вы знаете они знают на на во все страны такой был израиль тоже была такая идея когда у нас сейчас партии считается демократическими такой некоторый экскурс в обществоведении да почему они считают демократические же их праймерс называется опять я не знаю как это в других языках других стран к называет а первичные выборы так это называется да то есть вот список тех которые представляются народных избранников и как бы избирают а как раньше было раньше было так собирался бен-гуре он на его как бы эти самые там приближенные говорили вася только не вася рабиновича поставить первым это вторым и тут ведь и был такой список это было называется вода мессадерет то есть учить на сейчас еще есть такие а вот к тому что говорит деворг вот почему если бы не послал к народу было какая у нас есть учредительная комитета вода мессадерет из кого она из двух человек один всевышний второй муж и они мир собой посоветовали сказали давай бицалеля все нормально а ему всевышний говорит ну мы с тобой конечно как бы мир собой то обсудили это все нормально ты скажи им все послушай что народ то говорит они его принимают либо нет вот такая идея окей хорошо заканчиваем на это заседание пэн-клуба до бэн-клуба вот подкидывает а давние времена весь народ вообще мог принимать осмысленное решение выбирать настоящий глупо голубиной почте сарафаном ранее службы обе с я не знаю что службу с даже сейчас когда интернет представил доступ к ситуации мы все равно ничего не можем выбирать сайте федор я не знаю разговор как бы электронной почте во времена муша я не знаю это к миши голосовскому доктор михаи голосовского нам все прекрасно объясняет да но вообще честно говоря мне мне лично лично мне мне не очень нравится тенденция когда говорят ну этот народ на я был такой врач и не хочу не хочу обижать называется лаптем щи хлебать вам такое было а чем там понимает не надо лазал зель не надо вот как бы преуменьшать знание важность вообще людей я думаю по большому счету люди они гораздо более мудрые понимающие да чем так как их представляет мне так кажется всяком случае это распространенное как бы мне кажется орудие людей которые противник демократии до которые говорят ну чё там с ними союз и тупые дураки сами не знают что им лучше мы сами решим а вот не надо решать спроси у них они тебе скажут окей поэтому можно я выскажусь есть интересная книга такая я целиком читала но я знаю как она создавалась я уже забыла как вызвали человек который вот именно таких мнений придерживался что народ сам быдло а нужно чтобы избиралась и решение принималось олигархи элита и так далее а потому что они понимают кое-что а в большинстве народ ничего не понимает знаешь эту историю и он решил подтвердить на опыте он честно ученым был и поэтому об этом потом написал на опыте свои соображения он шел по рынку и там разыгрывался лотерея такая стоял бык и вокруг толпился народ и каждый должен был на маленьком листе написать какой по его мнению вес быка а тот кто ближе всего к этому к реальному весу угадал получал этого быка или какой-то другой приз и он решил что народ тут вообще это конечно никакого представления не имеет о том что это сколько этот бэк весит и вот мы сейчас увидим насколько он пальцем в него попадет и он попросил этого установителя галереи чтобы все эти бумажки потом забрал собой и посчитал среднее то что народ это поразительное открытие называется мудрость народа у меня есть даже статья интересная по этому поводу одного математика который объясняет как это работает это интересные математические выгодки на самом деле совершенно не очевидно что так когда мы задействуем как бы логику так почему это должно работать но это работает оказывается что если ты берешь небольшое количество специалистов которые разбираются в вопросе и узнают среднее их мнение и там огромное количество народа там сотни тысяч которые не разбираются в основном этом опросе и узнаешь их среднее меня и нам будет ближе ближе к истине это вот математический факт если кто кому-то интересно я могу прислать ссылку на статью не знаю если она на английском но вот на иврите то что то что федор пишет в конце да вот он пишет все равно ничего не можем выбрать все были пророками я вам честно скажу у меня есть такое мнение она нам не совпадает с мнением как бы большинства либо меньшинства вот на этом а как бы такой вы выношенное выстраданное мнение могу сказать так мне кажется вообще вот эти все разговоры о пророке они приобретают очень многих людей некоторые обличие какой-то вот известного плача твердой руки вот придет батюшка нас рассудит мне кажется чем больше будет таких разговоров тем дольше не будет настоящих пророков почему потому что но я смею сказать да мне так кажется что все вышли от нас хочет именно реальных действий именно реальных действий и чтобы каждый принимал личную ответственность и вот это вот пожелание о пророке в том смысле что вот скажет пророку нам скоро чего делать не дождетесь вот этого не будет мне так кажется не знаю вот у меня такой я думаю что ты это подтверждается вообще правильным пониманием того что происходило на самом деле на горе сина бог говорил со всем народом и желание и страх перед ответственностью я не буду дальше распространяться привел к тому что они стали мы не можем и таким образом отказались от пророчества собственного от собственного понимания принять ответственность себя поэтому потом уже дальше когда там говорится о назначении пророков он говорит поскольку вот так сказать вы захотели вот ставьте себе пророка тогда я поставлю вам пророка а в идеале это неправильно не так должно быть если мы посмотрим на самом деле это очень интересно длинным можно сделать поэтому мы никогда не можем на пророку положиться тоже потому что случится это не случится и много примеров иногда и это говорит пророк ремиял иногда пророк скажет о каком-то царстве что она будет разрушена она не будет и наоборот потому что все зависит от того что дальше происходит ты не можешь обещать кому-то долгой жизни это не реализуется если человек заберется на судный дом и прыгнет с него нет не будет у него долгой жизни потому что если кого-то начнет грешить а ты обещал долгую жизнь благоприятным приговор тоже будет отменен и наоборот если тот раскается то тогда плохой приговор будет отменен все это очень гибко и все это неоднозначно и человек должен брать на себя ответственность я совершенно с тобой согласна 100 процентов я не сторонник интернационала гимнас ссср но тут написано своей собственной рукой прошу отметить что в стране классической демократии в древней греции да выбран допускали не каждого жителя города был ряд критериев ты должен быть женат у тебя должен быть ребенок ты должен отслужить в армии у тебя должен быть дом в этом городе так это греческая демократия рабы не допускались само собой но даже свободный человек у которого должен быть дом жена и дети он вот и на самом деле если мы посмотрим в торе у нас все это есть это очень сказано плохо человеку одному плодитесь и размножайтесь шесть дней делай всякое дело твое и вот когда ты выполняешь вот все вот это то тогда ты гордин для голосования правильно говоришь но это не невыполнимо я бы тоже считал что должны быть голос не то что один один человек один голос по идее должно быть должна быть какая-то система система накудот до система взвешивания каждого голоса не служил в армии не полный голоса 075 голоса но реально невозможно пока что это сделать невозможно окей сейчас нас голосует даже кстати голосует люди в тюрьмах понимая то есть преступники насильники убийцы это тоже вопрос которые выступили против закон насильники убийцы голосуют послушать против государства голоса да потому что если ты начнешь отбирать тогда тогда разрушится все поведение тогда они это невозможно понимаешь тогда будет учредительная комиссия которая будет выбирать и самых вот это альтернатива гораздо хуже чем по-видимому поэтому это наименьшее демократии все в современном мире по-видимому это наименьшее зо как угодно это инструмент с которым мы работаем все остальные еще хуже окей хорошо на этом заканчиваем до свидания пожалуйста следующий раз побольше участвуйте в наших обсуждениях готовы всех слушать и всем хода что новый год королей хода похоже песок песок у нас сейчас уже в общем пожелания хорошие если все будет поражаться также то песок будет в нормальной системе то есть можно будет вернуться на следующей неделе у нас только расход на следующей неделе в нем решен будет расход да поэтому а благословляет будем субботу в эту субботу готовы